Продолжение следует... 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 Я еще посмотрела на Ольшевский список, это перевод На польский язык В польском языке пример 2 Точно такое же явление Пшебежем, почном И так далее Карский отмечает, что Анализируя, что Есть такое явление Более наглядно Обозначается действие В целом, если мы посмотрим Сравним с примером 3 В общем-то ничем не отличаются Эти цепочки, точно так же послали Приехал, дал, поехал Точно такое же перечисление Действий в прошлом В современном русском языке Такое употребление невозможно В настоящем историческом Мы используем несовершенный вид В чешском и словацком Это явление широко распространено И Саченко его называет Настоящим драматическим Который описывает события Относящиеся к объективному Прошлому Эти формы Характеризуются Как более живые И наглядные Ну вот в русском есть что-то Типа в конструкциях Скак Как замолится золотая рыбка И интересно, что в начале XVIII века В русских текстах Это тоже есть Там в комментариях К медиам, трагедиям В сценических ремарках Там паки посмотрят И глаголят Мне не совсем понятен Генезь этих форм То, что, насколько я знаю К сожалению У меня не было доступа В диссертации, например Бандарка Потому что я про нее узнала Когда уже началась самоизоляция Понятную причину Достать ее не смогла Который как раз Рассматривает Подобные формы В славянских языках Поэтому Рада буду любым Замечанием И комментариям коллег Ну, опять же Насколько Из того, что я нашла Такого употребления нет Ни в украинском Ни в белорусском Ни в польском И Саченко отмечает Что это из чешском И словацком Но чешский и словацкий Все же дальше От той территории Где создавались Западно-русские летописи Вот, поэтому Не очень непонятно Откуда это В этих текстах Но повторюсь Что я Буду рада Любым Комментариям Вот И второе явление На котором я хотела Обосновиться более подробно Я поговорю О функционировании Страдательных причастей Кратких Редикативной функции Значит Ну, как я же сказала Имеет смысл Посмотреть сначала Что было вообще В древнерусских летописях Что в современных говорах Несколько типов Употребления этих причастей Первое Это со связкой Ну, точно так же Как и в современном Русском языке Не нужно на этом Останавливаться подробно Да, священа будет Церковь была освящена Благословен есть Проклят будет И так далее Это В общем-то Ничего особенного В этом нету Вот есть Два типа употреблений Вот Один Два Которые Отличаются От современного Русского языка Употребления Краткой формы Без связки В прошедшем времени В первом случае Пример 7 В результативном С результативным Употреблением Пример Из Суздальской летописи Из имана Людей черных То все Попоровать Прочь То есть На современном русском Мы бы сказали А сколько захвачено Обязательно было Простого народа То есть мы не можем Тут опустить связку Всех Отправил Прочь И Ну Мне кажется Что такое употребление Без связки Связано именно с тем Что Кративная форма Как известно В Северо-западных Русских городах Где есть Перфектно Но то Связка Может опускаться Причем Опускаться Не только в прошедшем Времени Но и в будущем Даже в сослагательном Наклонении Вот пример По точкам Как отступали Машины Нагнута Я не буду все читать Чтобы время сэкономить Но скажу только Что Опять же В современном Русском Литературном языке Мы не можем Так сказать Обязательно Использовать Связку Вот такое употребление В летописях Мне кажется Можно Сопоставить С употреблением В голову И второй тип Контекстов В летописях В древнерусских Я нашла На самом деле Всего один такой пример Не говорю Что их больше нет Просто мне не удалось Обнаружить Во всяком случае Они редки Так скажем В аорисном Значении Ну там В определенном Году Ведена Мстиславна Грека То есть По-русски Мы бы сказали Что тогда-то Там Мстиславна Была отдана За цесаря Куда-то И кажется Что это Классический Аорисный контекст Сообщается О событии Которое Произошло В определенный год Причем Дальше мы видим Опять же Аорисные формы Приди Приди Умри Страдательное Причастие Может Без связки Может обозначать Действие Целиком Отнесенное В прошлое Это примеры Десять Причем Рядом С ними Мы видим Форму Прошедшего Времени Например Десятое Слышах Что тот Мнишек Юшко Был В Рим Умних Сверже Себе Мнишеский Образ И бысть Беглец Его Водой Поставлен Поставлен Был Однако Связка В прошедшем Времени Отсутствует Ну и Перед тем Как Перейти Непосредственно К анализу Текста Западно-русских Летописей Я хотела Бы Коснуться Форм Нано-то В украинском Белорусском Ну По сути На самом деле Старо-белорусском И польских Языках Значит В истории Этих языков В различной степени Получили развитие Так называемой Безличной формы Нано-то Которая Используется Без связки Для обозначения Действия Совершенного В прошлом И функционально Соответствует В русском языке Форма глагола Прошедшего времени Третьего лица Множенного числа Употребленного В неопределенном Личном значении И употребление Их Увеличивается Начинается Отмечается Примерно С конца 14-15 века Вот можно Найти такие Замены Как отмечают Историки Украинского языка Школы Посполитых Не фундавали В контексте Можно найти Он их Не фундавало Очень много Таких Форм В языке Леси Украинки Ну Я прошу прощения Что я буду Украинский Не умею читать Да И Мене Прошено Застайтесь Меня попросили Мы скажем По-русски Остаться В старобелорусском Тоже С конца 15 века Такие формы Встречаются На его стилище Хлеб продавано То есть Хлеб продавали Всюду Иконы Лупили Топтали И в болото Метали Используются Формы Лупина Топтано Метано И обсуждаемое Явление Крайне широко Распространено В польском Зазилке Смотреть Например Данные с переводом На всякий случай При этом Обращает на себя Внимание Что они могут Использоваться Даже в сослагательном Наклонение Тут желтеньким Выделены Жебы От кожи Она То есть Что бы Открыли Ну и Также они Примерно С середины 15 века Отмечаются Экспансии Таких форм Вот пример Из Библии Королевы Софии Сказали Третье По Веджану Ну вот Ну теперь Коснемся Непосредственно Материала Западно Русских Летописей Значит Как я уже Сказала Без связки Краткие формы Страдательных Причастий Могли употребляться В двух типах Контекст Это В результативном Употреблении В аорисном Контексте Все это Есть в западно Русских Летописях Но В разном Количестве Значит В качестве Результативной Формы Всего Два Контекста Это Примеры 11-12 11-й Значит Нога Была совершенно Сключена Исцелил Бог Его Перед этим Повествование Идет В прошедшем Времени Все формы В прошедшем Времени Простил Бог Сейчас Мы бы так Не сказали Мы должны Были бы Обязательно Пострибить Связку В прошедшем Времени Которая Здесь Отсутствует Но И аналогично 12-й Например Постриг Его Так Как Тот Много Ранен По-русски Так Как Тот Много Ранен Был И В аорисном Контексте Таких В аорисном Значения Таких Контекстов Устретил Значительно Больше Вот они По цифре 2 Наверное Я не буду Все Зачитывать Тут Последовательно Потребляют Формы Почувремени Либо Орис Либо Эловые Формы И Потом Используют Страдательное Причастие Опять же Без Связки В таком Году Князь Убит Убит Был Имеется Ввиду И При этом Опять же Мы можем В современном Музыке Сказать Что Что-то Сделано Он Построен Церковь В таком Году Но У нас Это Невозможно В Нарративной Цепочке В которой Формы И до И после Идут Все В прошедшем Времени То есть У нас Тогда Происходит Переключение На настоящее Историческое Во всех Этих Примерах Оно Отсутствует 14, 15, 16 Пример После них У меня Контексты Коротко Даны Идут Формы Прошедшего Времени И В аурис Назначение Что в таком Году Сушилось Какое-то Событие Используется Форма Страдательного Причастия Без Связки И Что интересно Чего нет Соответственно В древнерусских Летописях Встречается Форма Которая Мне кажется Что она Вполне Является Является Аналогом Безличной Формы Нано Топор Которую Я говорила Больше всего Таких Примеров Встретилось В списке Археологического Сообщества Вот они По цифры Три Идут Эти Примеры И на том Месте У реки Вильне Где она Впадает Велю Сделал Погребальный Костер Там Сжег Тело И С тех Пор Место Прозвали Прозвано Аналогичный Контекст Восемнадцатой Или Девятнадцатой Случилось Чудо Учинило Сидиво Убито Множество Князей И Самого Князя Убили То есть Эти формы Идут В целом Синемичные Убито Множество Святослава Убили Действие В прошедшем Времени Безличная Форма Побито Их Много Поймана Из чего Используется Побито Часто Встречается Поскольку Просто Такая Специфика Событий О которых Рассказывается Ну и Больше всего Таких Контекстов Встретилось В польском Тексте В вальшевском Списке У меня Вот тут два Привела Пуще Чону Да Было Очень тяжело Многих людей Посекли Был мор Страшный Пример Двадцать Четыре Пуще Чону Цара Завольскего Да В таком-то Году Да В списке Польсинского Был обнаружен Пример Безличной Формы С слагательным Наклонением Опять же Без Связки Да Похоже на то Что я приводила Из современного Польского И приказал И приказал Сына Своему Чтобы На том месте Где там Сжигали Книги Всех Знаменитых Бояр Сожжен Абы Бояр Сожжен Таким образом В проанализированных Летах Псехострадательные Причастия Употребляются И в двух Типах Констекстах Которые Встречаются Еще в Древнерусских Текстах Это Качество Результативной Формы И ваорисной Функции И в виде Безличной Формы Которые Примерно С 15 века Становятся Характерной Чертой Украинского Польского И белорусского Языков Современно Белорусском Насколько Я поняла Этих форм Нету Это черта Старобелорусского При этом В летопсих В которых Встретилось Больше всего Безличных Форм Отсутствуют Примеры Употребления Причастий В качестве Результативной Формы И данный Факт Мне кажется Случайным По всей Видимости В период Перестройки Временной Системы Грамматический Статус Кратких Форм Создательной Часть Был Неоднозначен С древнейших Памятников Они могли Употребляться В качестве Результативной Формы Эта Тенденция Потом Реализовалась В ряде Западных И северо-западных Русских Говорах В которых На базе Них Как известно Сформировалась Категория Перфект В то же Время Согласовывая С подлежащим Они могли Обозначать Действия Аорисного Типа При этом Связка Могла Отсутствовать И как кажется В употреблении Причастия Без связки В аорисном Контексте Отразилась Потенциальная Возможность Причастия Функционировать В качестве Финитной Формы Если мы Посмотрим На другие Причастные Образования На Эл-формы Или на Формы На Фшин Обнаружим Что на протяжении Всего Времени Что шла Перестройка Системы Прошедших Времен Они могли Использоваться Для выражения Различных Формирующихся Находящихся Стадий Эволюции Грамматических Значений Так С одной стороны В языке Развивалась Тенденция К созданию Специализированной Результативной Формы И на эту Роль Пробовались Все три Причастия Понятно Эл-форма Перфект Ши-форма Которая Во многих Говорах На базе Которой Во многих Говорах Сформировался Перфект Типа Я пришедший И точно так же Страдательные Причастия Которые Тоже Во многих И русских Говорах И не только Во многих Других Славянских Языках Легло В основу Нового Перфекта Но Одновременно В языках Была потребность Создания И финитной Формы Единой Не маркированной По способу Протекания Действия Как были Маркированы Орест и Перфект И на эту роль Также Пробовались Все три Причастия Естественно Эл-форма Как известно Которая потом Победила Причастия Навши Контекста И пришед Изислав И разболелся Игорь Так называемый Неменительный Самостоятельный И Страдательные Причастия Пример Я приводила И представляется Что именно С возможностью Страдательных Причастей Использоваться Финитно Связано Формирование В украинском Польском Белорусском Безличной формы Наното Она Сейчас уже Не является Причастием Да Это специализированная Финитная форма Используется Для выражения Действия В прошлом В том случае Если Не нужно Указание На субъекта Действия Именно поэтому Видимо В сослагательном Наклонении Нету Связки При ней То есть Сослагательное Наклонение Образуется Так же Как и С Эл-овой Формы Я Пришел Б Соответственно Там Жебы Отвожоно Да То есть Берется В эту Финитную Форму И к ней Добавляется Б Таким образом Обнаруживаемые В западно-русских лет В всех столь Различные Функции Страдательных Причастий Мне кажется Свидетельствуют О параллелизме В эволюции Грамматического Значения У всех Трех типов Причастных Образований И получается Что перестройка Временной системы Касалась Не только Простых Прошедших Времен И сложных Времен С Эл-овой Формы Но и Отражалась Косвенно На других Причастиях Прошедшего Время Вот У меня Всего Спасибо